А где пацанки? А ты будешь снимать ряд на новый сезон пацанок? Где пацанки? Где эти пацанки? Когда новый сезон? Женя, ты будешь снимать пацанок? Где пацанки? Где пацанки? А когда будут пацанки? Где пацанки? Женя, ты будешь снимать пацанок? Женя, ты видел, пацанки уже вышли? Где пацанки? Где они, Женя? Где эти пацанки? Итак, можно, наверное, запомнить это раз и навсегда, хотя, я как понимаю, смысла особо говорить этого нет, но я пытаюсь. Уже как третий год подряд существует внегласное правило. Пацанки выходят на ютуб телеканала «Пятница», и на четвертый день я могу снимать на них реакции. Если пацанки, начиная с этого года, не выходят на ютуб, я их не могу смотреть нигде. Все, правила очень простые. Вышли на ютубе, плюс 4 дня выложил. Не вышли на ютубе, не выложил. Единственное, думаю, буду стримить эти серии. Пожалуйста, запомните это. Вставка, Дима. Приятного просмотра, дорогие зрители. Друзья, всем привет, вы на канале Женек. И да, наконец-то мы добрались до этого помрачительного, эксцентричного и какие там еще есть умные слова, я даже не знаю, подходят ли те. Шоу «Пацанки», восьмой сезон. Ребят, реально, пожалуйста, услышите меня. Вышли на ютубе 4 дня. Не вышли на ютубе, не будет его нигде. Максимум может быть по стримлю. Все. Типа, нет смысла это обсуждать. Не надо мне, пожалуйста, предлагать это выкладывать в телеграм, чтобы мне его снесли. Кстати, телеграм. Почему я так боюсь, что его снесут? Потому что у меня огромный верифицированный канал. Переходите по ссылке в описании и будьте, так сказать, там. Далее, мерч прекрасный, такой, как на мне, допустим, long sleeve. По сей день хожу, и люди вокруг оборачиваются и спрашивают, это что? Я говорю, positive vibration. Наберите канал «Женек», по ссылке в описании спуститесь. У меня практически все продажи набиты вот так вот, сарафанкой. Ну, сарафанное радио на улицах. Поэтому вы не пожалеете, потому что вопросов к вам будет поступать, ну, порядка тысячи за месяц, я сейчас говорю. Естественно, там в день нет, потому что мы с вами не звезды пока что еще. Вот, поэтому переходите, покупайте. Размеры, я надеюсь, что еще есть. Что хотелось бы еще сказать? Выпуск идет 3 часа 30 минут, поэтому было принято решение, мое, естественно, разделить его на две части. Вы смотрите сегодня половину первой части и смотрите завтра продолжение первой части. Чтобы завтра посмотреть продолжение как можно раньше, ставьте лайк прямо сейчас. Мне нужно от вас 40 тысяч лайков, и тогда мы с вами встречаемся уже завтра. Причина, по которой я не хочу снимать все сразу, не потому что я там, не знаю, постарел, устал, а потому что хочется держать нормальную концентрацию и быть живым. Я в прошлом сезоне снимал вам все разом, практически все. И на какой-то из серии, я не знаю, если Дима найдет кадр, если ему будет не лень, он покажет. Я, типа, просто уснул. Текила одна, текила другая. Так, нам нужна текила белая еще раз. Как мне сейчас тяжело не схватануться за эту банку? Чувствуешь себя унылым? Типа, все веселятся. Ребят, я просто закрыл глаза. Ну, то есть я просто сидел, и в какой-то момент я просто, блядь, уснул вот так. Ну, типа, это ужасно. Свинское поведение, свинское. Поэтому давайте без этого посмотрим все нормально, чтобы я был живой, как минимум. В целом все, можем начинать. Новые пацанки. Первый выпуск. Премьера нового сезона. Телеканал Пятница. Кстати, официальные выпуски можете смотреть на телеканале Пятница. Ссылку я оставлю в описании. Ставьте уведомления, и будете видеть, когда выходит тот или иной ролик. Я желаю всем приятного просмотра. Самых-самых-самых поздних ребраций добра, улыбок и т.д. Новые пацанки. Поехали. Хорошо, хорошо. Пока что прикольно. Как, знаете, какая-то прикольная игра. Мне она напомнила... Ну, это я совсем старый. Вряд ли кто играл. Какой-то Getting Up. Это игра, где, типа, баллончиками люди рисуют на стенах. Американская старая игрушка. Так, кстати, вот не помешало бы зарядить именно автомат калашников, потому что сейчас выйдет, типа, 15 девочек. 100% это уместно было. Ребят, я в напряжении сижу в нереальном. Просто стоит, чел. Ага, понял. Елизавета Макарова, на... Сестра моя снимается. Забыл об этом сказать, ребят, сори. Кто не знал, я Евгений Макаров. Выход! Как я надеюсь, что она меня не подведет, а? Бля, что? Я не понимаю, что будет в 10 сезоне? Будут уже просто, типа, люди с базуками, бля, стоять. Тут уже и снайперы, и люди с калашниковыми. То есть, от сезона к сезону все жестче и жестче. Вот я реально не представляю, что будет дальше. Меня зовут Елизавета Макарова. Мы знаем уже об этом сказали. Я дочь бандита. Мой отец воспитывал меня, как маленькую принцессу. Это как раз кадры Елизаветы Макаровой с детства. Давно же это к этому проекту очень серьезно относятся. И прям вот с малых лет многих девчонок сразу же вот так подсняли. И на будущее. Мало ли. И вот, пожалуйста, есть кадры. В этом плане респект и уважение к пятнице. Мать была прислуга в моем доме. Ее просто отец не подпускал к моему воспитанию. Мой отец занимался... Мне нравится, что они в пятилитровке просто крышки, блять, от пива. Не копилка ни в коем случае. Пожалуйста, сзади вон бутылки. И тут же рядом расположены крышки. Это супер. Перепродажей оружия, которое было уже, естественно, использовано, из которого уже убивали людей. Когда он приходил домой, он был любящим отцом. У меня было все. И он меня так воспитывал. Что тебе все должны. Ты не должна работать. Должны работать за тебя. Я не понял, это реально уже кадры или нет? Вот конкретно этот. Ты не должна работать. Должны работать за тебя. Я чувствовала полную безнаказанность. Я могла там у доски отвечать, что-то мне не нравилось. Я вот так мил брала, вот так кидала. Просто вот что, говорю, да, отстаньте вы от меня. Потом выходила так, в коридоре папе звонила. Говорю, пап, приди, разберись. И уволят на следующий день. 14 мая 12-го года произошел день Икс. Я дома занималась медиламикой. Ну, конкретно скакалкой. Угу, так. Смотрю, у батя едет. И прямо следом две машины. И он бежит домой. За ним залетает три, по-моему, человека. И в отца. Просто два пылевых. В сердце. И в голову. Все. В шкаф. 2.15. Падает. У меня не было вообще никаких мостов. Потому что, ну, я маленькая девочка. С этого всего у меня полетела психика. Я теперь просто... Если я не получаю, что я хочу, у меня начинаются психозы. Вот так выглядит полетевшая психика. Разорвала, блядь, эту игрушку. И все. И с пистолетом уже. Понял. Мать позволяла поднимать на меня руку за все. Доставался ремень. И просто вот так секлось. И я поняла все. Базя, который меня тогда защитил. Его уже нету все. Типа, делать-то что? Я не привыкла плакать. Потому что за мои слезы меня били. Моя мать всегда пыталась сделать вид, что она хорошая, прилежная мать. Она поддала меня на спортивно-бальный танцы. Плотка для того, чтобы позвонить своим подружкам по телефону и сказать, а моя дочь сегодня. Бля, мама, да, не продумала план о том, что делать, если дочь вдруг куда-то попадет. И расскажет абсолютно все, что было. Вот. Поэтому, что могу сказать. Мама дальновидная. И в целом, я думаю, что у всех есть ощущение, что все было круто. Молодец, мама. Класс. Ставлю палец вверх. Мне нравится, что она абсолютно на каждом выдохе качается вот так, типа. Ребят, если вы как бы, ну, смотрите, да, конкретно это видео, то, ну, будьте добры какую-то, да, активность проявить. Потому что мне будет лично приятно. Угу. Стал. Я съездила на турнир. Медаль, ты кубок, пожалуйста. Было нелегко тренироваться, потому что я из дома. Сбегала в наркоту, в алкашку. Мне нужно было гасить боль, которая у меня была внутри. Бля, бедный оператор. Все ж пиво на него, блядь, улетело. Ну, уважайте хоть людей-то с телеканала. Пятнадцать лет я была самой той девочкой, которая раньше всех начала ходить по клубам. Общалась там с определенной тусовкой, в которой я пила, в которой я принимала. И ко мне подходит мужик и говорит, ты же любишь подраться. Он говорит, давай будем драться за деньги. Тогда начались мои бои. Я приходила на танцы с синяками, с садинами. Я хорошо помню тот день, когда я получила мастера спорта. Это был лучший день в моей жизни. Последний пик. Я до нее дошла. Все. Доехали до бара, прошел. У нее зато сразу огромный плюс. Вот эти вот все недели, которые направлены на проработку женственности, да, если так можно сказать, то она уже будет смело ходить на каблуках, чувствует себя максимально уверенно. Это классно. Потому что я никогда не забуду, как Кира шла на каблуках. Просто как будто это д**ть какой-то. И обратно. Это еще одна. Чель. Подстава. Там щелит. Не смотрите. Персонаж из РПГ игры какой-то вот так вот. А тут все, вопрос решен уже. Опа, я приезжаю, Игорь. На вас. У меня была возможность начать тренерскую карьеру. Но пришлось выбрать жизнь другую. Если бы отец был бы жив на данный момент времени, он бы по головке бы меня точно не погладил. Он бы очень сильно не хотел, чтобы я шла по его стопам. Я уже иду по его стопам. Я делаю то же самое, что делал он. Я боюсь закончить свою жизнь так же, как он. Ну что могу сказать? Естественно, здесь комментировать особо ничего не надо, потому что хотелось послушать. Жестко про отца, если как бы это все правда, то, что вот так вот убили на глазах, или даже если не на глазах, а вот где-то вот тут рядом, то это, конечно, ужас. Ну, очевидно для всех, да? Как вам мои комментарии? Типа, убийство это плохо, реально, ребят. Согласны? Ставьте лайк. А так, в целом, мне кажется, она какая-то, как сказать, не зверюга, короче, какая-то. Вот так вот. То есть больше попахивает какой-то адекватностью. Естественно, конечно, сейчас, может быть, я возьму свои слова обратно минут через пять при первом столкновении девочек, да? Но пока просто девчонка с травмами. Все по классике. Почему она ненормальная? Нормальная абсолютно. Баба. Браслески, может, ослабим уже, пережимай. Привыкай, наслаждайся. Давай запрещен, б***ь, схать. Забирайте. Меня заламывают и ведут, б***ь, дальше. Прихожу. Сидит, б***ь, булыжников. Мне нравится? Болт. Фамилия? Макарова. В первую клетку. Я еще, как бы, понимаете, да, не могу что-то плохого пока что говорить, только исходя из того, что Макарова. Ну, что мне потом будет от родителей? Короче, я не могу. Макарова, все супер. Адекватная, спокойная девушка. Веди себя тихо. Обойдешься. Нет, это был, б***ь, камушкин. Здорово. Смотрю. Сидит две телки. Мы с ней, короче, то, все. Александра Филина. Будем называть ее Филин. Пятой, десятой. Пятой, десятой. Слушайте, ну реально, все хорошо сделано, все сделано интересно. Вот прям вот вообще нечего добавить пока что. Не, ну мне смешно с этих снайперов, типа, это бредово выглядит, но чем бредовее, тем прикольнее, как будто бы. Фамилия, имя. Поцелуй его, Дашка. Поцелуй его, Дашка. Ёб, Дашка, иди сюда. Че происходит? Бля, тупее шуток я еще пока не шутил в этой серии. Поздравьте меня. Ты думал, будет вечеринка, тебе, б***ь, заломали руки. Вечеринка будет позже. Вы там сто процентов будете что-нибудь разбивать, блевать, б***ь, вокруг да около, поэтому не переживай, сейчас пройдет приветствие и потусите. Собаки эти, б***ь, гавкают. Для крипового немного вот это вот. Ага, поехали. Пацанки, мама дома. Вот, я ждал вот таких, которые вот заходят и сразу же, мама дома. Угу. Как-то, дайди, кто там. Ну ты сейчас сама пойдешь, не бойся, мимо. Выделяется. Что-то вроде женская, но... Мария Семина, это вообще как будто, б***ь, не знаю, типа Кузя из сериала Универ. Вот точно не ее место. У нее очень просто доброе лицо. Лысый, что-то, короче, какой-то несоответствует. Фамилия. Вежливо попросите. Пошла в камеру. Реально угарно было. Лысая, б***ь, ну такая красивая. О-о-о-о, вот как я хочу выглядеть примерно в 45. Отлично выглядит, мужик. Ты что-то какой-то напряжен, у тебя даже волосы не растут. Расслабься, да? Мы что, б***ь, смотрим какой-то этот... Гнев человеческий? Что это такое? Давай, иди сюда, иди ко мне. Иди сюда. Ты ему скажи так... Гули-гули-гули. Я, кстати, думаю, ему приятно было, когда на него харкнули. Я бы сам хотел на такую работу. Я, Ева Эванс, я стала госпожой, чтобы быть и не мужчин, которые подчиняли мне боль в детстве. Вот такие фотокарточки мне уже явно подходят. Детство было... Семь детей, то есть пять братьев, две сестры, плюс еще одна другого отца. Мама одна работала, 18 лет на заводе. Отец, ну, бухал. Ну, в итоге, мама одна оттянула семью. Ну, то есть, знаете, такие голодные времена нас избивали даже за кусок хлеба. Ну, представьте, как выглядит ребенок, который не ест, практически не моется. Носят какие-то доношенные вещи, просто как бомж. Я искала еду. Я ее воровала. Я воровала, наверное, с лет восемь. Первый раз меня отец ударил в шесть лет. Я у него украла денег, чтобы купить себе еды. Он загнал меня в комнату, закрыл дверь. Я взял этот ремень и бил по лицу, по спине, куда глаза глядят. Я не знала, куда спрятаться. Я пыталась спрятаться по шкафу, за дверью, под кровать. Мне пофигу было. Я столько раз по лицу бил, ему пофигу было прикол. Палкой, ремнем, рукой. Помимо того, что... Каждый раз вот какие-то вот интересные орудия добавляют. Я ремню-то уже вообще не удивляюсь. Мне вот эти вот истории, как кого-то ремнем били, я уже так, ну, хорошо, понятно. Отец бил палкой по лицу. Хорошо, что нет проблем с головой у отца. И я думаю, он спокойный, хороший человек. Ты приходишь домой, тебя избивает отец, тебя избивает мать. Говорит, что ты собаками в канаве сгнила, что она тебе сдаст детский дом. Каждый день она мне это повторила. Приходишь в школу, тебя еще там избивают. Меня избивали с самого первого класса. Дергали за волосы так, что не вырубали. Ломали пальцы в школе. Дергали просто как собаку, знаете, из угла в угол. Это меня преследовали даже старшеклассники. Из-за того, что у меня не было нормального питания, у меня волосы просто выпадали. Бля, пожалуйста, остановись. Что дальше там? Хватит. Просто какой-то люто-жуткий вброс каждый секунд семь. Меня начин называть флешивой. Ну, каждый год у нас слишком все короче, короче становилось. Ну, в итоге, спустя там, после 20 лет на вас опострелась. Но они у меня не росли. Я пыталась их отрастить. Я их реально пыталась отрастить. Но они просто выпадали. Когда я была маленькая, мой отец домогался моей сестры в возрасте 12 лет. Когда она ушла, он переключился на меня. На шестилетнюю дочь. У меня мать, я не знаю, честно, какая-то она ненормальная. Ей моя сестра говорила о том, что это происходит. Она говорит, нет, он хороший. Не было такого. Ты что? Когда мне было 8 лет, мой брат меня первый раз изнасиловал. Да ебать нахуй, блядь, в рот. Какой-то он нет, короче, у нас дома никого не было. И я сейчас захожу в комнату, а вот он. подойдет, да, восемь. И всем? И всем? Просто накидали столько говна какого-то, что уже вообще ничего говорить особо не хочется. Начиная от того, что бьет палкой, что батя, что брат. Иногда могут изнасиловать. Вот такая вот жизнь у кого-то. Со скольки, блядь, лет? С 14 лет я работала в эскорте. Мне повелись деньги, я купилась еду. И это я была такая, офигеть. Оказывается, можно вот так. Для меня люди стали, честно, мешок с мясом. Я могу делать, что хочу, и мне наплевать, больно или нет. Просто такой гнев, что ты не можешь его сдержать ни алкоголем, ничем. Я говорю, гнев человеческий. Вообще. Это вырезать, Дима. И ничем. Ты вообще не есть, не спать, ничего не можешь. У меня из-за стресса даже сон и параличный появился. Я вообще спать не могу. У меня были галлюцинации. Из-за того, что я это все держу себе. Наркотики, алкнули. Я понимаю, что я с этим наедине самой уже не справляюсь. А это что было? О, это сопелька на губах. Каждый день, думай о смерти. Ну хорошо, я умру, и что дальше? На моих похоронах даже маму не будет. Я иду на пацанки, чтобы жить дальше. Не выживать, как я это делаю, 23 года. А чтобы жить. Я не знаю, что это, но я хочу стать счастливой. Это моя последняя надежда. Ну тоже, вот знаете, черты лица такие у нее во время всех вот этих вот спичей достаточно добрые. То есть, видно, что как будто там много мозгов есть. То есть, она разговаривает, речь строит нормально. Вот как будто бы она не должна быть вот этим вот быдло-демоном таким, знаете, который захочет сейчас со всеми абсолютно драться. Я надеюсь, по крайней мере. Естественно, я сейчас, возможно, ошибаюсь вообще во всем. Мне нравится, что почти в каждом сезоне есть какая-то хафманито своя. Раскрашенная такая мадам. Похожа на Барби. Реально Барби. Куколка просто. Скорее всего, они захотят меня. Как тебя зовут? Меня зовут Диана. Я сразу такая на дружелюбном. Я понимаю, что меня никто не собирается. Пока да. Это кто? Это Глеб. Ты видишь? Просто без лишних слов. Наручники сняли. Здорово, ребят. Добрый вечер. Так, включили. Включили клоунскую музыку. Значит, точно надо что-то ждать. Такой, знаете, будет, скорее всего, самый безобидный персонаж во всем сезоне. Кто такая? Калякина Юлиана. Юлиана, что-то ты шатаешься. Все в порядке тебе? Ну так, немного некомфорта мне в наручничках. Я поняла, что я нахожусь в местах не столь отдаленно. Их фамилия. Юлиана Калякина. Просто, чтобы вы понимали, вот девчонки идут на проект, они все же по-любому ощущают себя вот этими вот пацанками, жесткими. Они хотят, чтобы их боялись. И вот кого-то представляет, как, допустим, там, Макарову, да, или вот вторую девушку, которая с 14 лет в эскорте, под какую-то такую вот музыку, как будто реально включили гнев человеческий. Вот эти вот собаки. Ну, прям, все жестко. Все вы сидите у телек, вы такие, бля, ебать. И потом просто выходит Калякина. Ну, это же, наверное, грустно. Вот она будет смотреть, все, ее, типа, клоунессы выставили вообще в одну секунду. Все, теперь я, когда на нее смотрю, у меня сразу же вот это вот Калякина и вокруг бегающие клоуны, бля, из Макдоналдса. Ой, Калякина, не переживай, мы знаем, что ты жесткая, мы знаем, что ты боевичка, мы знаем, что ты та самая пацанка. И мы в тебя верим, Калякина. Не сдавайся. Давай к нам, солнышко. Вечер в хату. Я самая звезда твоя принцесса. Во вторую камеру ее. Я смотрю, кто это. Это Девчонки, это про фурсетка. Мчонки, у меня мчонки. Ты что? Это реально забавно, меня прям как-то расколбасило от смеха внутри. Это было сильно, конечно. Ты знаешь, что покармите и все вернется. На тебя потом голуби... А голуби нагадят это богатство, поэтому пусть гадят миленькие, сколько им захочется. Господи, куда я попала? Ты же совсем не знала, докуда идешь. Все сезоны начинались спокойно, люди в смокингах заходят, здороваются и говорят, давайте-ка вот эту неделю направим все-таки на проработку детских травм. Вот так всегда было все сезоны, а тут, видишь ли, начали харкать друг друга. Я понимаю ее, я бы тоже не ждал такого. Потенциальные ученицы новой школы пацанок... О, там был он, япончик пришел. Уже почти все в сборе и сейчас самое время им познакомиться поподробнее. Сейчас буду зачитывать дела. Кто узнает, называет... Это все девочки? Не маловато или нет? Ладно, не хочу считать, но по-моему мало пока что. Видео. Опа! И мы все... этот фигурант обвиняется в том, что избивала своего младшего брата, когда тот был совсем маленький и не мог ей ответить. Младшего брата избивать? Это говорит о слабости, если ты трогаешь младших. Ты же, когда, типа, бьешь младших, ты же такой, типа, я еще могу, хочу. Кто это? Макарова. Не понял, еще одна Макарова? У меня все семьи, которые здесь снимаются сегодня. А че так тихо? Че, стыдно? Да, стыдно. Я это чему-нибудь через ума. Ну, я ревновала. Родители больше любви ему давали. И когда родители уходили... Бля, Ойлана? Это что за имя? Ойлана? Ойлана? Иди сюда, Макарова. 23 года, Якутск. Все, понял, принял. На работу я давала ему немножко. Что давала? Да так, нюхнуть мой кулак. Этот фигурант обвиняется в в том, что испортила детство собственной дочери. Кто это? Че, у кого дочка, блядь? У кого дочь здесь есть? Про фурсетка? Коулсова! Меня зовут Маруси Коулсова и вся моя жизнь неудачно наброс. Не понял, у нее татуировка прям от губ идет вот так вниз. Бля, я первый раз такое вижу. Все, что я достигла за 24 года, это судимость, наркотики, алкогольная зависимость, самая главная испорченная детская ребенка. Меня назвали Галей. Спасибо. К этому имени у меня вообще душа не лежит, но это не мое. Лучше Галя, если честно. С детства я любила рисовать, хотела стать дизайнером. Сейчас я работаю в тату-салоне. Это я сижу на кушетке довольный, татушку набился на ноге, собака какую-то радостный. Отец у меня омер. Мне, наверное, годика два было. В три года уже появился отчим. Мать начала пить после того, когда познакомилась с отчимом. Какие-то компании непонятные были дома. Очередной раз, когда к матери с отцом пришли. Вы там сколько раз ее подсняли в разных образах? Красные волосы, зеленые волосы, белые волосы. Компания... Я лежала спокойно в своей комнате, никого не трогала, спала. Ну и один пытался присунуть. Он не был на тот момент, наверное, в втором классе где-то. Я, наверное, на панике вышла к матери, посмотрела в хлам и свалила к ним в комнату спать. конечно, я получала ремнем, рукой, ножом, другой частью. Я просто уходила к собаке, сидела в бурке. Там было приятнее свой мирок, где меня никто не тронет, не увидит, не найдет. я себя чувствовала защищеннее, чем дома. У меня к матери какое-то чувство долгое. Не знаю, типа, то, что она меня вообще родила там, типа, и растила. Я не могу ей отказать, сказать нет. Вот поэтому принеси-подай, не мешай. Ну, типа, помоги с работой, принеси-пожрать. Ну, а толк? Она вот два месяца была в заборе. Ну, типа, она проснется, хряпнет, ну, и с нее прямо уже на работе. Тоже вот пока что слушаю, складывается впечатление, что какая-то добрая девочка. Не знаю, научился ли я читать людей, или я сейчас разочаруюсь, как я уже говорил ранее. Продуктов тебе привезла? Не знаю, спасибо. А ты сейчас трезвый мне не интересный? А, нормально, марафон завтра бежит. Айронмен половинку. С тобой будешь трезвый. Ну, организм так-то не вечен. Галина. Два месяца бухала. Галина. А я глотну, у меня все проходит, у меня поясница проходит. И ты в запой уходишь неделю. Ладно, все. Почему? Пойду глотну, а то что-то и поясница, болит и ноги. Да пошла ты, почемуха. Просто биполярка какая-то. Я тебе продуктов принесла. Спасибо. Да пошла ты, почемучка, ёпта. Иди, Павел Пугарич. Я все нахуй шла. Все. Я не верю в тепло матери, это невозможно. Наркота появилась, когда я посрещала бывшего мужа. 15-16 лет. Спустя там пару месяцев смотрю две полоски. Ништяк. Мой муж края родила, начал наркотой заниматься, распространять. Края его хлопнули. Мне не судили пять лет, но с отстрочкой. Получается, вот ей сейчас 14 будет. Это ж надо так, да? По всем фронтам все ебанно. Вот как они так себе притягивают? Как это так получается? Вот здесь задуматься. Просто типа от А до Я все какое-то супернизкочастотное, грязное, пьевое и еще много разных слов плохих. Они все сюда подойдут. Это, конечно, удивительно. Хотя, ладно, ничего в этом удивительного нет. Я сам с собой общаюсь, не обращать внимания. Я наркота у меня опять продолжилась. Даже без него. Мечтать о каких-то хороших отношениях, я вообще крест поставила. Я бухала каждый день. она больше всего злая. А, нифига, реально дочку прям посадили на синхрон. кричит на меня, ну там, уйди, это не твое дело, еще какое-то такое. Я как будто супермаму смотрю. когда они с бабушкой разговаривают. Сейчас у меня бабушка пьяная, не знаю, почему. Я не знаю, что должно произойти в моей жизни, хотя, ладно, я не могу так рассуждать, к счастью, но вот как можно с этой мамой выпустить даже собаку на улицу? Вот как? Просто тело, булыжник вышел на улицу. Ну, до начала дед был пьяный. Еще такая девочка хорошая. Потом он на твой и теперь бабушка пьяная. А бабушка в то время не пила, только бабушка. Просто вот за что ей вот это? Ну, за что, пожалуйста, скажите, за что? На стопочке. А сейчас пьет, пьет, да и пьет. По факту я почти стою на те же грабли, как с матерью. Ну, как мать относилась ко мне. Но я типа пью. Я надеюсь, что за неделю у нее перемкнет все в голове любовь Розенберг или я не знаю пока что кто тут психолог донесет до нее то, что дочь это самое главное в твоей жизни, поэтому давай поднимайся на частоту выше и прости дочь. И ее сразу же выгонят на второй неделе и все. Потому что 17 недель или сколько шоу идет, как правило, быть вот с этой бабушкой это запрещено категорически. Я против. Я все время вот ты глупый, вот там у тебя ничего не получается. Словесно я все равно так же видел как я бухаю. К сожалению, она недавно увидела, как я дерусь. Я мечтаю, чтобы меня мама никогда не ругала. Я бы хотела маму добрую, очень. Ну, не такая, как эта. я хотела быть для своей дочери заботливой, без какой-то злости, да, без оскорблений. Я ее люблю и хочется ей это показать, но что-то идет не по плану. и зачем это было все рисовать? Я хочу подняться ради ребенка, чтобы у нее было детство нормальное. я думаю, что еще не поздно постараться стать хорошей мальчиком. Я хочу начать новую жизнь. этот фигурант обвиняется в продаже своего тела и совращении своего старшего брата. Такого, наверное, у нас еще не было. Совращение старшего брата. использует мужчин и доминирует над ними. А, ну вот наш персонаж, правильно? Проявляла жестокость по отношению к животным, доводила до смерти. Опа, а вот это сразу же блокировка от меня на весь сезон. Заткнись! я выйду, я тебе глотку спою. Да, 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 выходи. Но это я. Вот это мы прям там готовы были ей все-таки наклепать. Можно ее из камеры убрать? Охранник круто отыгрывает. Вот брод. Животные. Вот да, вот у меня единственное, что запомнилось, это вот животных. Нахеряй издеваться над животными, я никогда не понимал. Просто вот идет там собака или кошка, это беззащитное существо. Ладно, я сейчас говорю очевидные вещи, я не буду это долго объяснять, все и так все прекрасно понимают. Мне кажется, это настолько тупо низко, я не знаю как объяснить. Я даже когда вижу людей, когда по улице идут, недавно была такая история, я в Питере живу, шел по Петроградской, шел парень, нормально одетый, с ним типа такса, по-моему, и вот он ее тянет и тянет, тянет и тянет, и такое ощущение, что скоро она просто покатится, он ее будет вот так тянуть за поводок, просто ебанат, я просто не понимаю, зачем вообще брать собаку, если ты его так вот тянешь. Ушли его по-б***ть. Вообще не просить, но у меня три кошки, я их обожаю. Этот фигурант обвиняется в полном безразличии к себе и собственной жизни, устраивала расправы чужими руками, дала своему брату за сигареты. Вот это шок-контент. Получается эскортница. Кто это? Я Семина. А самой не стрёмно-то, а? Агрессия, злость. За то, что-то со мной произошло. Этот фигурант осужен по статье 158, часть 1, часть 2. Кража группой лиц с незаконным проникновением в рецидиве. Далее, по статье 159, часть 1, мошенничество в рецидиве. По статье 160, часть 2, присвоение и растрата группой лиц. Перечислять, перечислять, перечислять. Чего? Да не, ты не можешь такого быть. Статья 115, часть 1, умышленное причинение лёг. Бля, да, я рекомендую на будущее статей 90 ебнуть вот сюда на экран, просто 15 минут на версии, чтобы была, и мы просто сидели такие, сколько статей, круто, классно. Тяжкого вреда здоровья и часть 2, применением оружия. По статье 111, часть 2, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в рецидиве. По статье 119, часть 2, угроза убийства с применением тяжкого вреда здоровью в рецидиве. Полтора года в федеральном розыске. Можно было просто зачитать все эти статьи и в конце сказать все это в рецидиве. Заключением СИЗО, город Краснодар. Чего за зверьёк? ГРАЦ, на выход! Вот. Вот я ждал от похожего лица, куча статей, напоминаю, все в рецидиве. Поехали. Я Милограсс и у меня 12 судимости. Каким-то образом знаете, как всё работает? В итоге я потом зайду в Инстаграм, естественно, запрещённо на территории Российской Федерации, конечно же. Милограсс и там будет подписчиков, скорее всего, больше, чем у всех девочек. Как это работает и почему так, я не знаю, к сожалению или к счастью. когда появилась первая статья, мне было 14 лет. Таксиста просто. Свистанули у него телефон. В основном мои статьи это избиение, кража, мошенничество, угроза убийства. Я не жалею ни об одной своей статье. Правильно, не надо. Это очень хорошие высокочастотные поступки. Я считаю, что каждый должен хотя бы раз в жизни всё это пройти, просто чтобы потом не сожалеть и помнить, что да, такое было. Хороший урок. Меня судили затяжки телесные. Там была угроза убийством. Чуть-чуть помахала пистолетом перед. Дали мне чистое отработок. Здесь нравится вот это описание. Чуть помахала перед лицом пикалем, да, вот этим вот. Ну, я же не убивала просто угроза. Ну, ладно. Я их отрабатывать не стала. В итоге меня объявляют в федеральный розыск. Три месяца СИЗО строгого режима города Креснодара. Креснодара. Не стало так на людей типа вот честно. Единственное, что меня может затронуть этой ситуации с отцом. Типа все. Остальное нет. сложно. Сложно. Я папин ребенок, меня воспитывал отец и с детства наверное воспитывал под себя как свою маленькую руку. У меня такое ощущение, что мы смотрим интервью какого-то артиста Blackstar с таким вот гором. Типа меня всегда воспитывал отец и скажу честно, ну типа я вообще не помню в жизни свою маму. Да, у меня там избиение, да, я пистолетом покрутил перед лицом и че. Ну типа я думаю все вот так примерно будет. Копия. Ну он всегда хотел сына и с детства обучал там самообороне. Папа с детства был мне не то чтобы отцом, а лучшим другом. Знаете, я еще какую тенденцию заметил? С каждым сезоном все больше и больше очень сильно схожих по внешности девочек. Настолько сильно схожих, что вот в этом сезоне мне будет реально тяжело запоминать имена. Я помню, я начал с шестого сезона, да, с шестого. Вообще была другая картина. Потом я посмотрел если не ошибаюсь четвертый там прям совсем другая, третий понятное дело тоже другая. Седьмой, восьмой я представляю что будет в девятом уже прямо сейчас. Типа будут почти все вот такие. У меня что-то происходило и я бежала к папе. У меня папа работал в органах вот из самого детства меня если его что-то не устраивает тебя он мог поставить в угол свободно на сутки на двое без воды без еды на коленях и ты стоишь около его комнаты короче не дай бог если мама выйдет и хорошо что просто все отцы на голову пи***нутые у каждой из девочек даст тебе что-то покушать и так далее вот он хотя он из органов ну знаете если вы вдруг это смотрите и вас эта фраза затронула мне не важно откуда вы я тоже буду подавать в полицию я сразу же пойду мне вообще не стыдно я еще не на канале пожалуюсь всем глупцевал хорошо человек такая которая привыкнет ко всему я думала что это правильно что значит я где-то накосячу а значит я виновата что он меня избил это правильно там заслуженно и так далее хотя заслуженного в этом нет он покупал любовь то есть он и поедет что-то купить там дорогое предприниматель своего рода пыталась заслужить его любовь и я пошла в спорт я уже хочу чтобы она попала к девочкам вот мне кажется я прям ждал этого из-за этого когда мне было в 12 я занималась дидо сначала попала в сборную Адыгей после этого меня забрали в школу Олимпийского резерва я слышал а я тоже ребят был в школе Олимпийского резерва это же с дюшор детская и юношеская школа Олимпийского резерва вроде так это тоже можно вырезать только одно можешь лучше можешь лучше все ну это типа похвалил папа все пошло потому что папа ушел с семьи когда мне было 14 лет я начала бухать кайфовать да блять шо ж вы все бутылки-то разбиваете вы открываете пиво но насладись ты напитком все бутылки прозбивали во смотрится просто обалденно эффектно очень круто меня выкинули в школу олимпийского резерва у меня папа он восемь лет оказывается погулял от мамы на две семьи короче жил а я не могла понять почему короче у меня день рождения а моего отца нет а у меня с его женой в один день день рождения его короче не было вот my life my rules прикольно я не слышал такую фразу еще интересная комбинация my life my rules 15 меня перемкнуло что его нету рядом вот и у меня была попытка суицида мне больше всего хотелось от него услышать наверное фраза что он не любит естественно я люблю своего отца безумно сложно качели 16 лет меня выгнали из дома мама очень сильно любила папу да а я очень сильно похожа на него и на фоне того что я начала творить дома там выносить все из дома короче все в доме ну показывать свои зубы да приезжай там синее в 4 там утра в 3 утра меня выкинули из дома и сказали жить куда хочешь с отцом я виделась лет 5 наверное назад 6 даже я даже не помню естественно я хочу чтобы он был всегда в моей жизни на и как-то наладить эту нить да ну в первую очередь я иду для себя а во вторую очередь чтобы услышать от него слова что он не любит я смотрю это не первый раз да допустим я думаю что написано что я сидела я думаю у девчонок есть некоторое количество напряжения я я к нам ко мне ко мне вы расскажите то что она кошечек мушила муть кошечек мушила все ребята просто продолжаем просмотр дальше поняла смотрю они все испуганные сидят и думают ну что вечер в хату она подходит здоровается типа со мной и у меня ручки привет можно я уйду здравствуй она лысая страшная баланда не знаю все сказали что красивая выглядит намного лучше как ты нормально думаешь или что с тобой ты хочешь 50 статей поздороваться нормально я не слышу что ребят долгожданная первая стычка все это ждали я тоже поехали что она мне сказала я решила сразу девчонки еще не успела ничего произойти же даже вы че я хотелось не потому что я не слабая мне важно чтобы человек видел что я не боюсь кочев не бойтесь че слишком дерзко или че о да о да о да б б б б причем такие вот прям вот плюхи прилетают знаете вот прям вот сюда то есть я вот если я такой мне кажется я просто неженка б б сделаю мне уже достаточно неприятно я бы не хотел уступать ни в какие конфликты а там просто б ё-моё мама звонит I don't know what you're about me ну б наблюдает отойди от меня отойди от меня ты че выпускайте меня все выходим не выходим нет она уже больше в принципе она уже осела полностью и чисто под мейт ушла я прям стояла такая мамочки ну все еще все еще боюсь иди сюда ты че там стоишь все как-то спокойно но я прям поджидаю табак и алкоголь мне нравится реально вот что их удивляет они что и смотрели сезон и другие это вредные привычки без которых пацанки не могут представить себе и дня и сейчас девушек ждет испытание силой воли смогут ли они устоять против соблаз конечно ну естественно устоят я думаю 95% устоит вообще прям ну нет смысла обсуждать и на что готовы пойти чтобы получить желаемое давай сигареты а ты на что готова на все готова одна дает пощечину другой даю две сигареты хорошо давай хорошо что охранника тоже с головой проблем нет никаких вот это реально супер прям заметно давай это репетиция или что она очень слабенько это сделала детские какие-то удары ну я хорошенечко замахнулась все нормально от души душевно душу а что ты голову-то отпустил наслаждайся Джейсон Стетхам засмущался посмотрел сразу вниз небось там просто уже колом извините меня да ну прикольно сигареты то дали реально я бы записал достижение к 24 годам прикольно ты готова за сигарету подраться с кем хочется этой клетки давай к нам меня выпустили увижу драку получаете две сиги честно я хочу давай где-то был предлог я же не могу типа просто ну хотя могу угар на натуре я думал она ячень сломаю я вам все-таки обратно вернулась я просто такой зоопарк все грязные вонючие хотят бухать пить драться просто блять это аж ада да да давайте девчонки кто там хочет быть главным в хате посоперничать может быть с я забыл имя вот да она я тоже особо лишнего пока ничего не говорю пока не там ничего не проработали мало ли чего не там в голове я за границей то что у меня нету здесь оппонента все каждый сам для себя лидер каждый сам да мило они не согласны что ты тут главное давайте решали вопрос давайте выскочим один один девочки поняли что я лучше буду братаном чем скажу что-то против мир сша все реально превратились в девочек я лучше буду братаном чем буду против все супер я как бы здесь просто проходила хорошо мило ты главного другого суда не ладуру я свою для меня это принципиально я не буду под кем-то ходить надеюсь это просто рекламная интеграция воды байкал все мне зовут поцелуево даша мне 24 года есть гордо прикольная фамилия поцелуево на мой мать выпиваю я каждый день каждый день 16 лет я сижу на этой системе я бухаю дома в 1 овощи просто ползу до комнаты ложусь спать типа так каждый день прикольный режим а мама такая как будто бы она открыла не знаю семь хипстерских заведений два барбершопа и еще у нее есть мерч оверсайзный естественно с потертостями все как мы любим плюс штаны широкие карго всегда приветствуется когда я трезвая я глух и нем я даже не знаю что мне было в голове когда эту шутку сгенерировал типа когда я ем я глух и нем когда я трезвая глух я еще это и пояснил ну дима мне бесит все овощи все каждый человек подашь покурить все развезло с половины стакана любая вспышка типа я вот так заложить вообще просто в секунду я буду до последнего как только я первый раз когда меня бесит я больше ничего не помню в основном меня воспитала бабушка и дедушка у меня дедушка тренер по боксу он воспитывал как пацана самые теплые отношения это были с ним я с детства знаю о том что мой родной папа наркоман и который сидит в семь лет появился очень моей жизни у него есть родной брат мы просто пошли смотреть кино типа у него была своя комната и это было так что типа мы лежим я знаю что ты вот с того с тех лет проходит год и был такой момент у нас кровать ну типа двухъярусная и типа одну вот утра короче я спала внизу он сверху спускается вниз ну ложится ко мне вот он вот типа снял себя с трусы смея трусы и получается он лежит сзади я вижу спиной к нему начинает как бы типа я не знаю и типа заходит ну мой отец и типа такой типа ну очень типа чё типа вы делаете куда ничего мы типа ну лежим вот только встали я знаю что типа но если бы я сказала ну да что то бы было естественно я не могла я просто как вообще таком говорить даже сейчас ну типа мне сложно никого не прощу за детство я стала закрытой жесткой и я ушел плохую компанию мне так это все тяжело понять вообще вы все даже не представляете но как я думаю вам многим тоже вот эти вот я как слышу слово отчим в какой-то из карточек да вот это вот презентация все сразу же понятно а потом появился отчим и я такой а значит ложился по-любому рядом и что-либо пытался сделать либо же к несчастью делал и вот все время вот какие-то отчимы просто на голову пизданутые как как это работает почему я начала пить я начала курить мне было 18 лет когда я познакомилась с парнем я с ним стала девочка я отвечаю я нарастила ресницы я покрасила волосы у меня были но я просто даже не верю что это она ну это несомненно естественно он был я нет человек короче предавал и делал все ну вот это типа там измены и типа ну мы расходимся я вроде такая мне это надо мой этап девочки закончился на следующем партнере начиная встречаться с мужчиной который только вышел отсидевший 8 лет ему 42 мне 20 а он хотел переписать на меня фирму я об этом узнаю случайно я понимаю что это развод ну и все и я такая как на девушке поставила просто панчлайн на панчлайне на каком-то а потом следующий партнер я такой думаю так ну только что вышедший из тюряги мужик 42 года вот как вам вообще вот эта вот информация 42 да нет точнее сидевший так еще и 42 можете представить что там за человек на себе крест после этого я стала более закрытой я стала более жесткой я стала более черствой я стала еще больше уходить в пацанку а сейчас и вовсе на телепроекте пацанки ну свою боль свои эмоции ты заглушаешь алкоголем и наркотиками с каждым разочарованием в моей жизни вещества и алкоголь появляется больше я не то что качусь на дно я уже на нем я хочу хотя бы начать жизнь и к чему-то стремиться и чтобы у меня были какие-то взгляды на жизнь не только чтобы притупить свое сознание и притупить свои эмоции мои детские ситуации и детские травмы не дают мне этого сделать я не знаю как жить по-другому я не знаю как это забыть типа я не знаю как к этому относиться по-другому как я отношусь к этому всю свою жизнь нет я не знаю как по-другому хорошо они делают вот эти презентации все смотрится супер ну наконец-то мы вернулись туда куда хотели погнали ребят встала своим своим пальцем как надо как дедушка учил да прикольно если ее кто-нибудь вырубит ну у деп не-не-не-не-не-не-не стойте 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 не 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 надо ну даша стойка конечно отстояла ну крепали ее немножко даша выходи отсюда ее быстренько увели в другую хату чтоб я ее не убила Мне нравится, что это все называется хата Просто пи***ц У тебя тут соперники еще есть? Нет? Нет, все ровные Да-да-так Честь милы будет вечеринка Кто водку пьет? Я не пью водку Я тоже не пью, кайф умеете? Можете соседей Бабы, водку будете? Может, отдай соседней Давай Нам включили, короче, музыку Начинаешь, то есть, нет Ой Мне нравится, что Глеб всегда стоит просто в стороне Улыбаясь так, аккуратно Типа Прикольно тут у вас Классно Я не знаю, почему Глеб Не надо спрашивать Моя клетка знат Она жралась Мне не берет алкоголь Вот мне надо б***ь пить Мы не сомневаемся Не переживай Много, но я выше этого Что-то такая грустная Я не вижу поводов для веселья Мне некомфортно Я хочу кого-нибудь шампанским облить Который меня хоркнул Эй, че там Что ли? Мальчик Начал вся замес И все начали друг другу кидать бутылками Б***ь, это Это просто какое-то издевательство Просто гадюшник Вот просто обратите внимание Как ей прилетает просто кусок кружки И вот ее реакция Просто В макушку БАМ, на*** Что кинул? Первая вот Хорчок Все, меня это выбесило Откройте дверь, пожалуйста Вы че? У меня хоркнуло А мне нравится, что охранник понимает, что сейчас будет стычка Он такой Да, конечно, без проблем, открою Тебе туда? Да, пойдем во вторую хату Супер Ага, проходи Иди сюда Все меня берут, типа, за руки И я ничего не могу сделать Безумно некомфортно и страшно Мне в глаза Обожаю вот эти вот лица Ничего не могу сделать Безумно некомфортно и страшно О, вот это вот анакон Это все шутка, естественно Если ты смотришь Не обращай внимания нахрен Я-то этот Че я тут сижу, блин? Толстячок Реагирую, шутки шучу Я за границей, если что Мне в глаза Пила эту Не фигню, а жидкость с градусом Юбта Называйте вещь своими именами Ты сделала нехоро... Ну, некрасивый поступок Я тоже сделала некрасивый поступок Я извиняюсь перед тобой И перед вами Типа, давай, пожалуйста, бездрак Все, если извиняюсь, окей Все Все меня удержали Мне было грустно Особо ничего не получилось Нам нужно выбираться отсюда Куда? У тебя там даже газета Высходи Кто со мной, тот со мной Давай Мой вообще Смотрим, смотрим Давай там что-то Давай что-то разгоняем Это реально интересное наблюдение Вот они прям смотрят, как она пытается выломать клетку Вау Стой, 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 стой Ну Меня Че ты мне показала? Ха-ха-ха Че ты мне показала-то? Меня таким уже не удивить Ну, ударила и ударила Ой, это кровь из носа Сносный перекос Ее увозят потом на скорой и все О господи, здравствуйте Сколько же я вас не видел Это Евгений, я надеюсь, что вы хотя бы просто знаете о моем существовании Здравствуйте Я очень надеюсь, что вы прекрасно знаете, кого я жду больше всех У меня уж просто настроение, какой-то заряд появился, когда я ее увидел Их жестокость и бессердечие друг к другу поразили нас Помимо этого две ученицы А еще, извиняюсь, что перевиваю, помимо этого вы не хотели вдруг добавить слова по типу Это самый Извините Что это самый жесткий сезон и такого еще не было Я буду ждать этой фразы Серьезно пострадали У Маруси Колосовой сломан нос А Светлана Токарова настолько не рассчитала количество выпитого алкоголя Что ее пришлось госпитализировать и отправить к врачу Эти девушки смогут продолжить испытания Серьезно, это все? Я напоминаю, что в прошлом сезоне, если я, конечно, не ошибаюсь, отъехало человек пять Давайте так, от четырех до шести в больничку сразу же То есть там был какой-то вообще ультра трэш А тут одна перепела, второй сломали нос Ну Планка-то уже завышена, ну Ну как меня этим удивить? Ну сломали нос, ну сейчас выпрямят Когда почувствуют себя лучше Впереди новый день Посмотрим, смогут ли ученицы показать и доказать, что они готовы меняться Начинается первый день в новой школе пацанок После бурной ночи у девушек будет возможность привести себя в порядок В раздевалках их уже ждет новая форма На завод в раздевалке Кстати, я считаю, что я молодец Поздравьте меня с этим Почему? Потому что я клянусь чем угодно Я не поймал ни единого спойлера То есть я даже не знаю, как выглядит фойлера Я вообще не знаю ничего Вот конкретно про форму Про то, какой состав преподавать Вообще не в курсе Ну естественно, лица девочек я видел Я открывал, б***ь, шкафчик Ну и интересно, конечно, если это настоящая Мила Грац Прикольно звучит очень У меня б***ь висит форма Надзирателя Костюм Форма у всех разная Потому что кто-то надзиратель А кто-то подчиненный Лук, конечно, прям больше похож Опять, б***ь Просто я не понимаю Что вам сделала Юлиана Калякина Что включается клоунская музыка Просто ежесекундно, как начинается ее синхрон Просто вот так Калякина и сразу, б***ь, опять Клоуны из Макдоналла Б***ь, заиграли вокруг Я не могу за что На чеснок Чем на лук Хочется это снять и сжечь Мы не случайно подготовили для девушек Такую клоунскую музыку Ведь мы хотели выставить ее посмешищем Чтобы миллионная, многомиллионная, точнее, аудитория телеканала Пятница сразу же начинала хихикать Ха, Калякина Два варианта формы Возможность примерить на себя роль надзирателя Досталась тем пацанкам Кто уже успел проявить свои лидерские качества Остальным же придется продолжить испытания Свои лидерские качества Че ты сказала? По носу лбом Вот это, я считаю лично Лидерские качества Сколько нас тут таких лидеров? Отпишите в комментариях Чтоб вас никто не перебил По одной букве Черт Мы заходим в столовую Все грязное, перевернутое Ооо, обожаю дараканов Йес Воняет просто Как будто там, я не знаю Короче Ну и прям, типа, еще это неделю простояло Фу Натрежьте мне нос И мне тоже нахрен Уведомление пришло Пить воду Эй, пора пить воду Так, попьем же воду вместе, ребята Мерзость Просто Шеренгу, строимся Опять этот Камушки Ваша сегодняшняя задача Накормить 30 сотрудников Исправительной колонии Но для начала Вам нужно все здесь Убрать Я вообще не создана Для уборки Я создана Как это возможно? За что? Ладно, давайте, чтобы интересно было Я за Калякину Калякина Жду тебя в финале Калякина Буль-буль-карасики Больно, как Калякина Я вас Распределю по парам Сотрудники, которые одеты В форму конвоиров Будут давать указания Тем людям, которые одеты В робу заключенного В принципе, ну, неплохо Да, как бы, ну, сойдет Кого-нибудь поднаказывать Интересный аттракцион Когда мне дают Тут задание Не понимаю, там просто Синяки прибавляются С каждым разом Все больше и больше Макарова Не позорь мою фамилию И не дерись Не надо Делать что-то Прям Я жду, что на следующем синхроне Просто будет желтое лицо Полностью Вот так просто Все Не нравится Ну что, девочки За работу Во время обучения В школе пацанок Девушка Как же я скучал по ней Мне редко придется Работать в команде Но готовы ли они к этому Смогут ли будущие леди Сохранить человеческое лицо Когда у них появятся Особые привилегии У меня Вы видели эту переглядку Меня ставят Да, ребята Я люблю театральные сценки Вдруг кто не смотрел Раньше мой канал Мне так нравится Пару Пару С поцелуевой Изначально Мы Поднимемся Окей, я подняла стул Подняли стул Я словила триггер Потому что В моем доме Всегда Заставляют что-то делать Против моих сил Против моих желаний Подними ты Нет, я не подниму Почему тогда я Должна поднимать Домер стулья А ты нет Ну, наверное Потому что Она надзиратель А ты Исполнитель В данном Случае Естественно Тебе это Задание Но я не буду Это выполнять Надо же Кто-то начинает Вот этим Типа Ну, бомб Бодаться Я тот человек Который Любит Пить головы Просто Прошла секунда Сначала занятия Ты как Пернатый Спецназ На два голубя Стоят Че Поднимай Не ты Поднимай Че Поднимай Поднимай Я оказалась На полу Начала меня бить Прям По одному месту Вот сюда А Ну, вот Понятно Теперь Откуда там Желтизная Такая Вот Больше всего Мне нравится Что Сейчас покажу Секунду То есть Ну, если верить Во все эти синяки Да И в то, что это Реальные драки Но я думаю, что это Реальные Потому что Так играть Это надо Готовиться было Девочкам лет 6 Чтоб мы поверили И вот он Просто вколачивает В эту плитку И обратите внимание На чувака сзади Похуй Он просто такой Так Отличный кадр Да, она может Ее убить Или сделать Овощем На всю жизнь Не проблема Ага Света Больше подайте Сзади Света Кольцевую Принесите Ага Да-да-да Давай-давай-давай Я была в шоке Просто Такая свирепая Я постояла за тебя А я человек уже лежащий Ну ты Могла бы остановиться Понимаешь Ага Вот как мы заговорили Я же была лежащая Ну Ты че Не по правилам играешь А бить из вот так вот Просто резко Как ты нос разбила Это нормально Это не в крысу Как говорится Все по-честному Вообще У меня Лежишь Ты стоишь Сидишь У меня поставили в парус С Калякиной Правильно понимаю По музыке Надеюсь, что да Девочкой, которую Со мной сравнивают Начальники Командуйте Это не свойственно Моей природе Я не люблю командовать Все будет намного быстрее И если мы проведем работу Вместе Я буду тебе помогать Диана Диана Вообще Просто Золотые ручки Дай бог Есть здоровье Давай я подмету Я сделала вид, что я там что-то Поподметал Кошмар Кошмар А че у нас сделал-то Отсюда Я не буду Эту Поподметал Потому что я В последней жизни Это не делаю Не хочу Я добродушная Слишком Я не готова быть лидером За кулаки Я тоже решила помочь Ты че? Нам надо сделать работу Ты меня не ввожу Я не ввожу Меня все бесит Я хочу курить И все Меня типа поставили с милой Мы пошли типа на кухню Как это воняет Ты Такая золушка Мне важно было пройти испытание Я хотела выиграть Вот я с толы Типа уберу кухонную зону Типа больше Бирать не буду У меня еще полы Надо помыть Наверное Кого-нибудь Я заберу сейчас Диан Сможете нам помочь Пожалуйста Да, мне нравится Шамнила Себя чувствует Мне кажется Просто максимально комфортно Она прям летает По этой территории О, куколки Come here, ёпта Давай, иди сюда Пол чистый Все Могу, я готова помогать Спасибо Большое Я хочу убираться просто Чтобы мы быстрее это сделали Она хватает Эту швабу Начинать Полы Мне досталось Лысо С такими Варениками Че, ты идешь? Мы здесь будем Стек Ты моя подопечная Мы встали Я там не буду убираться Че тебе надо? Я здесь Главное Ты не главная Ты для меня не главная Я тебя направляю Ты делаешь Мне никто указывать не будет Жизни Что мне делать Я сама себе могу указать Ты кто? Моя голова Моя шея Чтоб меня направлять Я не буду здесь Делать И там не буду И там не буду Че за Вот такая Выхожу из зоны кухни В зал Она бежит за мной Давай убираться Я тебя не буду убираться Я пыталась не поговорить Подноски Перестань Перестань Да, когда там уже просто Все почки и печень отбито Залетают, помогают Супер Отличная реакция Иди сюда А вот я забыл Как ее зовут Которая в розовой Кофточке Вот на ваших экранах Вот ей не надо драться Вот она тот человек Который драться не умеет И вот ее вот это вот Давай Это смотрится так Как вот Я даже не знаю С чем сравнить Ну как я вообще сказал Типа Я очень хорошо на самом деле Танцую Вальс Но вы не представляете Насколько я не представляю Как его танцевать Вот то же самое Да, она стояла на полу Лежа Короче, по итогу Драки все Вот это закончились Это вот так губу открыли Хотели пакетик снюса положить Чтобы закинулось Немного расслабилось Девочки Кухню Все Было Все устроятся Все вместе Сейчас будете обслуживать Наших назирателей Руки-ноги есть Пошел сам взял Пахал Типа Зачем Я не буду Еще лет Я реально Спокойно Вообще Без агрессии Беру И накладываю Они хотят Хавы Тоже Почему нет Мы все Короче Подносами Все Все Так Разбросали Перегретое пюре Все Таки Старались Вылизывали Там Для них Все А они Наглым образом Начали Швырять Все Это Чисто Неуважение В нашу Сторону Я начала Плакать Потому что Мы до какого Я просто Видишь Потом Спустила Просто Кинули Котлету Это Вонючий И я Понимала Просто Ну что Им всем Ну типа Так не должно Быть Мой труд Постоянно Обесценивают Мне кажется За должное Его просто Принимают Все поели Заходит Лысый Ладно Дайте фоточку Сделаю Отправлю В телеграм Что я снимаю Уберем Курилку Чтобы никто Не знал Что я курю Сделаем Занижение Экспозиции Да Поставим Вот так Микрофон Чтобы все Понимали Что работа Достаточно Серьезная Отлично И вот этот Кадр у нас Залетает В телеграм Канал Который Можете найти По ссылке В описании О Уже два Комментария Три Четыре Охренеть Поперло Шесть А это боты Вот Еще два Ага Супер А теперь Прошу всех На выход Мы увидели Насколько Пацанки Могут быть Взрывными И агрессивными Да Я не сомневаюсь Что мы все это увидели Но мы не увидели Полякову Где Татьяна Полякова Теперь Настало Время Понять Что же Сделало Их Таким Заходим Мы Короче В какую-то Комнату Непонятно Там Книжки Все Столик Какой-то Подлитонис Мы В комнате Досуга За хорошую Работу Заслужили Передачку Своли Мила Грасс Подходите Пожалуйста К столу Я первая В этой посылке Телевизоры Коробка Ну давайте Сейчас начнем Надеюсь Вспоминать Что-то Что было Чтобы девчонки Немного Так сказать Поплакали Победители Сезона В принципе Первые идут Думала Хорошо Ремень Ремень Короче Армейский У меня Один ремнем Короче Пахан В детстве У меня Мама Таким ремнем Бачу Эта звезда Я прям Эту звезду Увидела Это прям Ремень С детства Как Просто отличные Воспоминания И злость Ненависть Короче И бог Все вместе Короче Понимаешь Что я вулкан Наверное Я служу Свою маму Да Я рекомендую Ее не останавливать Потому что телевизор Нам больше не понадобится Все Посмотрели Умелый град С обращения От мамы Пятисекундное И достаточно Девчонкам Так Громкоговоритель Включит И получить Вжбан От нее Сразу же Я чувствовала Что ей Очень больно Мне было Немножко Жалко Ее Алина Алина Буслаева Вынесли мою коробку Нам вообще Нужна Все-таки Как это Презентация Алины Буслаевой Этакого Глеба Не знаю Почему Глеба Вот Это все Что я хотел сказать Продолжаем Вырежет Дим Там лежала Вязаная шапка Все детство Бабушка Меня Ну Вязала Мне вещи Сама Подевала То Что она Делала Алина Добрый вечер Во-первых И хочу Сказать тебе Что ты Попала В очень Хорошие руки Я думаю Ты оттуда Выйдешь Настоящим Человеком Готовым Для Нового Счастливой Жизни Вот я Кстати Вообще Не верю Что Эта Лина Какая-то Злая Вот У нее Настолько Какое-то Доброе Лицо И В целом Она Счастливой Адекватно Ведет Что Вообще Не Представляю Себе Типа Что Она Может Вытворять У меня Башка Хорошая Добрая Она Желает Мне Типа Всего Типа Самого Лучшего Но После Типа Что Случилось Типа Карди Закрыл Себе Алина Алина Если будет У тебя Возможно Почаше Разговарив Со мной И пожалуйста Всказывай Свою боль Алинушка Пожалуйста Не держи В себе Это Я считаю Ты же сам Обучаю Проблема У нас С тобой Для меня Для нее Это самая Большая проблема Рассказать о своих Чувствах О том Что внутри Она Это не умеет Делать Не я Это не умею Делать Ну вот и все Финал Все подружились Все Наконец-то Милоград Милоград Сейчас такая Я не поняла А че ко мне Никто не подошел Мне очень стыдно Перед ней Да что же там За история Мы же не понимаем Я всегда ей врала У нее Образ просто Идеальной Внушки Которая не пьет Не курит Придя сюда Я уже ее разочаровала Семина Мария Открываю А там у меня Подушка Стопка Стопкой Ну я поняла То что И мама И брат Пили Я ненавижу То что мой брат Пьет Подушка Я восприняла Это как Подушка Которую Он душил Ей При мне Я представляю Что кто-то из них Типа О Не разбилась Заберу с собой Какой ты алкоголь А по-любому же Кто-то потом Выпьет это Ну Я ненавижу его Перед тем Как я сюда приехала У меня брат Был закодирован Полгода А перед тем Как я сюда Приехала за день Он набухался Опять Я сижу тут И не знаю Опять Мама выводит Или нет Меня это бесит Меня зовут Самина Маша Можно просто Маша Я пишу И когда я исполняю У меня Убегал от себя Жизнь выбрасывала В урну Попытки с нуля Долететь до Сатурна Выглядел глупо Будучи трупом Провален экзамен Некченая группа Стремился уйти От реальности В грезы Но потом я возвращаюсь В реальность Отличные строчки Это Развеивается Развеивается Я работаю на заводе По рачкам Кручиваю арматуры Слежу за технологическим процессом Мне Я бы никогда не предположил Что это ее работа Ееная Нравится Физическая работа Эта работа Позволяет справиться С эмоциями Которые Внутри У меня отец Умер на второй день Моего рождения От сердечного приступа Поэтому я сейчас Первый марк Справляюсь У день рождения Второго Поминки Молодцы Спустя 24 года Дядя обнаружил Кассеты с записью Где был отец Как раз таки Был семейный праздник Я просто слышу У меня начинается Истерика Он всегда на слуху И поэтому мне тяжело Мне очень тебя не хватает Отец для меня В настоящем Ангел-хранитель Я набила Тверок В честь этого Мама всегда говорила То, что у меня сильный характер Как у папы Хоть я прежде никогда Тебя не видел Но всегда знал Что рядом есть Мой ангел-хранитель Отдал Самое лучшее Что у тебя было И по сей день Ты мое небесное светило Знаешь Я никогда Не забуду О тебе Пусть мы И встречаемся Сейчас Лишь во сне Ребят Полный трек Будет у меня В телеграм-канале Ссылка будет закреплена Ниже Переходите Прокачаемся вместе Если бы отец был жив Все это Лютое Которое происходило В моей жизни Я бы просто не Мы жили Втроем Я, мама и брат Во Вот моя подготовка Касаемо именно Света Это всегда Ребят Вообще Берите пример Вот что с ним не так А Он не на зарядке Секунду Господи Как хорошо Что я учился На разработчика Просто бам Вот это вот Техническая Технические неполадки Я просто Вот так закрываю За 5 секунд Молодец я конечно Рукастый блин Умный Смышленый еще Терпеть его не могу Потому что он в детстве Бил маму До полусмерти И как бы я видел это Сейчас я могу дать ему отпор В случае чего То есть сейчас он руки Не распускает Он знает Что я ему всеку И всеку так Что он будет В таком состоянии Что окажется Члене при смерти Почему ты всегда Его защищаешь Ну потому что Он слабее Наверное Тебя, Маша Ну что То, что я сильнее То, что ты сильнее Ты всегда Стаешь на его Защищен Всегда Как бы он Гадость не сделал Мам Я маму Я просто вас люблю Успокойся Успокойся Все Когда я жила у бабушки Помимо меня Там Жила сестра И брат Мой двоюродный Мы играли С ним В приставку Могли просто гулять Я была рада Тому Что у меня был Такой брат С которым Можно было Так хорошо Проводить время Это продолжалось До момента Пока он Не начал Не начал Ко мне Приставать Пожалуйста Хватит уже Ну Ёб Твою мать Мы гуляли Зашли В подъезд Поднялись На Лестничную клетку Последнего Этажа И Я испытала Такой ступор Мне было страшно Я не понимала Почему это происходит И почему это происходит Со мной И почему это делает Человек Которого я считала Близким После того Как он закончил Я встала Оделась И мы пошли вниз Пошли гулять дальше Я не сказала Маме Потому что У меня был стыд После того Что со мной Произошло Я начала Закрываться Начала Хуже Относиться К людям Потому что Начала Не понимать Их действий То что Тебя могут Придать Сделали больно Когда Наступают Пределы эмоций Я просто Либо бухаю Либо бью стены Если бы не музыка Я бы Действительно Могла себя Я пишу о боли Потому что Эмоции Которые внутри меня Это и есть боль И я их выражаю Музыки Лос-Анджелес Чутка потерялся В самом себе Пора возвращаться Смотри Мир прекрасный Нас только Что хочется Чувствую эмоции Это тупо Пережитки Прошлого Покажи Себя нового Покажи Как смог Ты все Подытожить Раунд Я хочу И пытаюсь забыть То, что со мной Происходило Я ощущаю себя Тем ребенком Который возвращается Туда И переживает это На протяжении Многих-многих лет Заперла себя В клетку Я не могу Оттуда Выбросить Да, ну жесткая история Максимально Неприятно Это было слышать Но в целом Любое Когда вот это Я слышу Про домогательство Со стороны Брата Или вот этих Отчимов Которые На одном заводе Видимо Отшиваются Все Сразу Как-то и говорить Ничего не хочется Уже Все Ужас Маша доченька Ты сейчас Находишься в тюрьме Я знаю Что ты освободишься И все у тебя Получится в жизни В какой она Находится в тюрьме Ты очень сильный У меня И эта сила Именно эта сила Тебе поможет Выйти Освободиться От этих оков Мама Не переживайте Она не в тюрьме Это проект Просто телепроект Пацанки Не колония Я по маме Я очень Трязна к маме Ну для меня это Потому что я не знаю Как она Я не знаю Что там происходит Макарова Лиза Отрываю короче коробку Смотри Знаю Что у меня ствол Лежит И коробка Тошика Бля Как же я захотел бы Сейчас дошрак съесть Хотел бы Точнее Встава короче Телек загорится у меня А телеки сломала Госпожа Грац Я боялась Что короче У меня мазь Что-то там На интервью будет Там лялякать Письмо Макаровой Лизе Ты должна Заткнуть Свой рот Ничтожество Коль ты попробуешь Что-то сказать Обо мне Или о чем-то еще Я хочу Чтобы ты Сгнила В этой жизни И не имела Ничего общего Со мной Твоя бывшая Мать Хорошая мама Я думаю С ней нужно будет В течение проекта Как-то попробовать Наладить связь Я думаю Попытка Не пытка Как говорится Тестим Как такое можно Написать ребенку Для меня матери Никогда В жизни не было Я как-то Безэмоциональная Не прокомментировала Всегда Поняла Отошла Сажусь Поняла Осмысление Зашло Я такая Я просто С этого Испытания Я звонила ей Перед проектом И говорила о том Что я тут Я не понял Это что за устрица Справа Это откуда Кто это Я звонила ей Перед проектом И говорила о том Что я туда пойду И буду здесь Рассказывать Что и как Она сказала Я сделаю все Чтобы тебе Никто не поверил Чтобы ты была Полной дурой Сиди И просто У тебя в моей жизни Больше не было Да, надеюсь Калякина Айлана Макару Я открываю Там хлеб Янурлан Собуров Засохший И внутри него Водка Фотография Отца Я разбила Эту бутылку Водки Потому что Он умер Из-за этого Я хочу Перестать пить Но я не могу Мне кажется Это передалось У меня от отца Я не хочу Повторить его Судьбу Мама Здоровая Ты со мной Я ей не сказала Ни о чем Она просит меня Разорвать Вообще Все что я Сейчас сделаю Для себя Для своего пути Разорвать И обратно вернуться В мою бедную жизнь Интересный язык Первый раз видел Вижу такое Я уехала От нее Сказав Что у меня командировка По работе Хотя Я из республики Коми И я Единственное Что знаю Из Коми языка Это вот Парикмахерская была Я всегда ходил Встречаться туда Там где моя бабушка Работала А и там Вот так вот Режим работы И потом на Коми языке Транслируют Соответственно Режим работы Это называлось Уджалан Каад Все Вот все мои знания Коми языка Я не писала Зачем ты врешь Возвращайся домой Но я понимаю То что Опять будет Вот этот вот Гиперконтроль Жесткий Она хочет Чтобы Все было Ну По По ее правилам Я не хочу Чтобы все было По ее правилам Я хочу Вылезти из кокона Просто Мария Романова Первое что я вижу Это бутылка водки Таблетки И обращальное кольцо Я смотрю на телевизор Я смотрю на телевизор У вас нет послания У вас нет послания от родственников Нет пока ничего не переплюнет Вот это вот типа Ты Гнилая тварь В твоей жизни меня больше нет Только попробуй что-нибудь тявкнуть Это просто какой-то Это сверх Просто Это даже не поддается Комментариям никаким Просто ничего Ваши родители Отказали с вами связываться Я всю жизнь занимаюсь тем Что мне говорит делать мама У меня это Возьм момента Просто Бросаю все И я В другой город С этого момента У нас все пошло Я тоже согласен Что не надо сегодня Потому что на этом моменте Мы с вами ребят Заканчиваем И встречаемся Завтра Встречаемся в тот момент Когда будет 40 тысяч лайков Мне кажется Было прикольно Я ни капли не хочу спать Я максимально сосредоточен И Мне понравилось То что я смотрел Вот Это самое главное А уже Какие-то оценки Можете написать в комментариях Поэтому ребят Подписывайтесь на канал Подписывайтесь на телеграм Следите за новостями Но я думаю Что вы наберете У меня как-то сомнений Особо нет Поэтому встретимся с вами Уже завтра Целую, люблю, обнимаю Спасибо за внимание ребят Подытожу как-то серию Выскажу свое какое-то мнение Уже Получается завтра Хочу посмотреть все до конца Увидеть преподавательский состав И чтобы какая-то вот Целая картина сложилась И Все Услышите Но мне кажется Было классно Спасибо огромное ребят До За Ф Т Ра Спасибо Спасибо за просмотр Пока До новых встреч До новых встреч Продолжение следует...